Привет! В нашей сегодняшней рубрике мы изучим потребительские качества французской модели Peugeot 308. Этот автомобиль, безусловно, красив и сделан шармом, присущим моделям данной марки. В этот автомобиль легко влюбиться, но стоит ли так открыто отдавать свое сердце поддержанным экземплярам Peugeot 308? Музыка Одна из стилистических особенностей данной модели – низкий передний бампер и выдвинутый вперед свес переднего автомобиля. Ввиду этого при эксплуатации Peugeot 308 нужно быть предельно внимательным и аккуратным, особенно при подъезде к бровкам или при езде за пределами асфальтовых дорог ровных. То есть очень легко повредить передний бампер и вот эту вот резиновую нижнюю губу, которая расположена под ним. Смотрим даже по размеру телефона, то есть почти с высоты телефона. В данном конкретном экземпляре мы видим, что передних брызговиков нету, но у автомобилях, оснащенных фирменными брызговиками, они тоже достаточно длинные и уходят близко к асфальту. При езде по неровностям длинными брызговиками часто цепляют за асфальт, поэтому на подержанных автомобилях они могут быть достаточно сильно счесанными. Что примечательно, официально проданные Peugeot 308 оснащены двигатели одинакового объема. Что бензиновые, что дизельные. Это моторы объемом 1,6 литра. Турбодизельные моторы 308 отличаются хорошими эксплуатационными качествами. Они достаточно экономичны. Даже при активном стиле езды, по утверждению владельца, удается укладываться в расход 5,5-6 литров на 100 км пробега. Как показал отечественный опыт эксплуатации, они зарекомендовали себя, в принципе, достаточно надежными. Проблемы могут возникнуть только при больших пробегах. Так, при пробеге 80-100 тысяч километров может потечь масло из-под головки блока цилиндров. В принципе, оно со временем коксует колоссы топливных форсунок. И когда меняют эту прокладку, достаточно проблематично демонтировать и сами топливные форсунки. При пробеге за 100 тысяч километров может также дать течь прокладка масляного насоса. Несмотря на то, что перед нами турбодизельный мотор, скажем, конечно, и о бензиновых моторах, которыми оснащены достаточно много автомобилей, эксплуатирующих в Украине. Бензиновые моторы Peugeot 308 разрабатывал совместно с BMW. Данные агрегаты устанавливаются как на Peugeot 308, на 208, так и на модели Mini-Mini Cooper. Эти моторы достаточно инновационные. Вместе с тем, эти моторы на практике оказались не совсем надежными. Так, при пробегах 80-100 тысяч километров нередко владельцы жалуются на то, что моторы теряют тягу, неустойчиво работают. Специалисты объясняют это тем, что при достаточно длинных межсервисных заменах интервала масла в 20 тысяч километров, оно с учетом нашего некачественного топлива достаточно быстро теряет свои смазывающие свойства. И поэтому плохо поступает к гидронатяжителю цепи, к электромагнитным клапанам изменения фазы газораспределения. Поэтому убегают фазы. В принципе, в некоторых случаях помогает регулировка фазы газораспределения. Если же регулировка не помогает, приходится выполнять достаточно дорогостоящий ремонт с заменой звездочек, гидронатяжителя и самой цепи. 308-й оснащался тремя типами коробок передач. Механическая коробка передач, классическая гидротрансформаторная автоматом и роботизированная коробка передач. Как показал опыт эксплуатации, самая надежная оказалась обычная механика. В принципе, нет претензий и к гидравилическому приводу сцепления. А вот автомат и робот могут доставить неприятности. В частности, у автомата отмечены выходы из строя клапанов переключения передач. Проверяется неисправность либо ударным включением передач, либо автомат переходит в аварийный режим и едет только на третьей передаче. Не слишком надежен и робот. В роботе отмечены выходы из строя актуатора сцепления. Объем багажника передверного хэтчбека объемом 350-1200 литров, в принципе, средний по сравнению с конкурентами. Единственное к нему замечание – это высокий погрузочный борт. Из-за чего, в принципе, класть и доставать тяжелые грузы достаточно тяжело. То есть их надо перебрасывать через вот этот бортик, ну а тяжелый мешок тоже приходится прилагать усилия для того, чтобы вытянуть его. На наших дорогах передняя подвеска ПЖ-308 оказалась не совсем долговечной. Так, чаще всего при пробегах в 40-60 тысяч километров сдаются стойки переднего стабилизатора. Хотя, в принципе, их втулки выхаживают до 100 тысяч километров. Следующие при пробегах в 60-80 тысяч километров могут прийти в негодность шаровой опоры. И еще одно слабое место – это опорные подушки передних стоек. Они служат в среднем около 80 тысяч километров. Хотя, в принципе, саленблоки рычагов выхаживают до 100-150 тысяч километров. А резинки задней подвески вообще считаются достаточно долговечные. То есть пробеги в 200, а то и больше тысяч километров для них не проблема. В принципе, мы видим, что в движении этот автомобиль достаточно приятен. Хотя, как бы передняя подвесочка немножечко на неровности постукивает. Хочется отметить, что 308 отличается высокой пассивной безопасностью. В его активе 5 максимальных звезд по результатам краш-тестов в Euro NCAP, проведенных в 2007 году. Несмотря на то, что передние стойки вынесены с учетом безопасности далеко вперед, они совершенно не мешают обзорности. Немножко требуется привыкание к наружным зеркалам. Они, в отличие от многих автомобилей, размещены не в углах передних дверей, а немножечко смещены к середине двери. Поэтому, ну вот, немножечко требуется привыкание. Очень хорошо и обзор через зеркало заднего вида салонное и заднее стекло. Еще одно, как бы, преимущество французских автомобилей – это хорошая управляемость. В принципе, это, как бы, присуще и 308-му пыжику. Ехать на нем очень приятно, он хорошо слушается руля. Хочется сказать о салончике этого автомобиля. В принципе, как мы видим, при пробеге там в 50 тысяч, хотя даже, как бы, показал опыт эксплуатации, даже при больших пробегах обшивка 308-го отличается хорошей износостойкостью. Она, в принципе, легко чистится и, как бы, следов износа даже на местах интенсивного использования на боковых обшивках она сохраняет хорошую износостойкость. В принципе, даже пластиковые элементы отделки тоже достаточно приятные. Вот, как бы, приборная панель, достаточно мягкая на ощупь. И, в принципе, даже при больших пробегах не издает посторонних шумов. 308-й пыжик – красивый и стильный автомобиль. И, в принципе, с достаточно хорошим уровнем оснащения, как для своего класса. Но стоит ли связываться с поддержанными его экземплярами? Читайте в ближайшем номере автоцентра. Продолжение следует...